Впереди сентябрь, то есть начало черного года. Два часа идет занятие, дальше идет через неделю соревнование. Класс супер вообще. Итак, звоним Татьяне Анатольевне. Алло. Татьяна Анатольевна, что вы приготовили новенького с точки зрения вашего интересного вот этого ноу-хау? Да, и всю информацию я размещаю на официальной группе ВКонтакте. Секрет успеха очень прост, поверьте мне. В целом, мы ответили на все, что вас ожидает в этом году. И таких счастливых детей я мало где видел. Приветствую вас, друзья. Вы на канале Есть Вопрос. Меня зовут Александр. И, собственно, сегодня я хочу начать вот с чего. Вы знаете, что YouTube у нас тормозит, но, друзья, вы можете всегда посмотреть эти же видео на Рутубе, Яндекс.Дзене, ВК-видео. Где вам угодно, мы везде дублируем. Если есть VPN, смотрим на любимом YouTube. Все, вставочка закончилась. Переходим к основной части выпуска. Какая же тема у нашего выпуска, спросите вы? Все очень просто. Так как у нас сейчас середина августа, а впереди сентябрь, то есть начало черного года, мне очень важно, чтобы вы от нас получили как можно больше пользы. Если вы вспомните, то прошлый год мы очень много сил потратили на продвижение такого классного продукта, который меня окружает. Это Бодзис, это те роботы, которые первые в России дошкольные с программы образовательной. Обучает детей программированию, конструированию. И, соответственно, уж понятно, что алгоритмизация. Важно, что? Важно, что мы специально придумали задания, и под эти задания учили. У Легополиса, это наш партнер постоянный, во главе с Татьяной Анатольевной Дубоенко, была такая программа по обучению педагогов на кратких курсах, когда два часа идет занятие, дальше идет через неделю соревнование. Таким образом, педагог, получив знания, сразу начинает тренировать ребенка, усваивает на практике, осваивает вот этот полученный опыт на обучении. И, собственно, результат этого опыта мы все дружненько с вами, мотивируя друг друга, видим на соревнованиях. А в конце, когда педагогический состав учреждения достаточно хорошо освоил данную дисциплину, мы все едем дружно на Рабачада, Всероссийский фестиваль, напомню, и там участвуют во всероссийских соревнованиях, между прочим. И нас поддерживают дистрибьюторы этих наборов, дают классные, собственно, подарки. И, напоминаю, это компания Дигис. И, собственно, все мы дружно получаем огромное удовольствие от того, что кто-то получил пользу от халявного обучения, а кто-то получил реальные навыки для своего будущего. Это дети. Класс супер вообще. И таких счастливых детей я мало где видел. Поэтому, раз год начинается, нам нужно позвонить Татьяне Анатольевне, дабы вы все, друзья мои, педагоги Пермского края, педагоги Перми, знали, в каких соревнованиях когда участвовать, когда будут обучения, чтобы сориентироваться быстренько. И вот, значит, за этими ништяками, за этой пользой вовремя обратиться, потому что за вас этого никто не сделает. Итак, звоним Татьяне Анатольевне, может, она нам что-нибудь новенькое расскажет. А я же не всю знаю информацию, а у нее каждый день что-нибудь новое появляется. Набираем. Алло. Татьяна Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Станиславович. Мы тут собрались всем Пермским краем, образовательным сообществом, чтобы узнать, что вы приготовили новенького с точки зрения вот вашего интересного вот этого ноу-хау, обучения после образования и роботов Бодзис в этом году. Получается, 24-25 год. Александр Станиславович, вы местами поменяли соревнования после обучения. То есть наш вот авторский такой проект предполагает, что педагоги приезжают к нам на обучение, а потом через две недели привозят детей на соревнования. И поэтому мы анонсируем пятый год соревнования, вот такие соревнования после обучения. И второй год у нас будет дошкольникей Геллеринг Бодзис. Это соревнования на наборах Бодзис, которых вы, конечно, знаете, да, Александр? Ну, пока помнят. Да, ну мы рады, потому что вы являетесь нашим вдохновителем и обучаете педагогов. Смотрите, в этом году мы пропускаем сентябрь, потому что он насыщенный. Начинается образовательный процесс, пишутся программы. И октябрь, ноябрь, декабрь, в этом году, 24-го, мы приглашаем педагогов Перми и Пенского края на наши такие обучающие семинары. Дальше мы продолжим в 25-м году февраль, март, апрель и ждем на свои соревнования педагогов, у которых есть эти наборы Бодзис, которые еще успеют их приобрести, если приедут на следующий год, для того, чтобы участвовать 7 июня в нашем традиционном уже фестивале всероссийском Руба Чада. Там будет такая номинация. Так, все отлично. И ко мне часто обращаются, задают вопрос, что в Перми классно, хорошо, но в нашем регионе таких заряженных людей, как Татьяна Анатольевна, нет. Хоть я им и говорю, что, ребята, обращайтесь обязательно к Татьяне Анатольевне, не спрашивайте, как она достигает тех или иных успехов, мало кто обращается, потому что стесняется. Вот с этими людьми мы можем что-то сделать, может, в дистанционном формате как-то их получить, я не знаю. Ну вот как раз хотелось бы анонсировать сегодня, благодаря вот такой возможности, что предлагаем мы с октября месяца по мере набора групп соревнования проводить будем, конечно, в июне, но для того, чтобы другому городу участвовать в соревнованиях необходимо обучение. И мы предлагаем обучение дистанционное онлайн для других городов. То есть можно пройти обучение, получить от нас все методические материалы и приезжать к нам 7 июня на 5-й всероссийский фестиваль. Здорово! Учитывая, что он действительно всероссийский, у нас же на этом фестивале не только будет представлено, эти соревнования, еще много мастер-классов, то есть в целом можно заявиться делегацией и получить много пользы, правильно? Да, и всю информацию я размещаю на официальной группе ВКонтакте и Коренок, и другие конкурсы в Пенском крае. Там можно задать мне вопросы, так как я являюсь администратором этой группы. Есть мой сотовый телефон, можно написать в личные сообщения. И еще, Александр, у нас есть новшества. Так как в прошлом году на соревнования педагоги привозили детей среднего дошкольного возраста, мы поняли, что дети 4-х лет достаточно успешно могут осваивать и работать с этим роботом. Тем более робот-бодис педагоги используют в группах. То есть не надо специального класса, не надо специальных ноутбуков или планшетов. Можно использовать свой личный телефон и вперед в образовательной деятельности в течение дня запускать бодзис. Поэтому детей среднего дошкольного возраста 4-х лет мы тоже приглашаем к нам на соревнования. Конечно, у них будет попроще немного задания, но наравне со старшими, с подготовишками и со старшими детьми они могут участвовать. Какое у нас новшество в этом учебном году? Отлично. Все, собственно, спасибо огромное за ответ на наши вопросы. До встречи. До встречи, да, на соревнованиях, но прежде всего, конечно же, на обучении. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, друзья, собственно, все, что нужно, вам Татьяна Анатольевна рассказала. Еще раз подчеркиваю, что максимально открытый человек. Она сама уже своими словами подтвердила. Есть у вас вопросы касаемо деятельности соревновательных в Пермском крае по робототехнике. Допишите вы ей сами напрямую лично, не надо спрашивать кого-то левого. Возник вопрос, написали, узнали ответ, поблагодарили. Живете с этим, как хотите. Секрет успеха очень прост, поверьте мне. Мы, как партнеры, занимаемся поставками оборудования, необходимого для этих соревнований. Конечно же, чтобы поучаствовать, вам нужно, чтобы у вас был какой-то робот. В данном случае, Bootsy Classic Plus. Важна новая версия. В зависимости от возраста, может еще что-то потребоваться. И какие-то соревновательные поля. Я сейчас конкретно ничто не сказал по одной простой причине, что положение в этом году будет писаться, уточняться. Ближе к делу все узнаете. Для этого нужно подписаться на те группы, которые в описании мы специально для вас оставили. Подпишитесь, увидите, что вышла новость. Если у вас все это есть, ничего приобретать не надо. Молодцы, участвуем. Просто подайте вовремя заявочку. Группы до 12 человек, поэтому понимаем, что места в группе мало. Чем больше людей, тем интереснее вам, как педагогу, будет. Потому что мы здесь еще преследуем цель, чтобы вы обменивались своими знаниями, чтобы вы поняли, что вы не одни такие новички, что вокруг вас есть педагоги других учреждений, и вы друг друга мотивируете добиваться новых успехов. Ведь в конце всего, для чего мы это делаем, у нас стоят дети. Те люди, ради которых мы, собственно, здесь ведем нашу преподавательскую деятельность. Итак, подытожим. Если мы понимаем, что в положении говорится о каких-то наборах или соревновательных полях, которых в вашем учреждении нет, вы связываетесь с лабораторией игровых технологий по нашим контактам. И, собственно, приобретаете это. Если вы понимаете, что у вас возникли какие-то вопросы, касаемо проведения соревнований, задаете их Татьяне Анатолиевне. Если у вас возникают вопросы о непосредственном проведении обучения, вот что-то непонятно вам стало, пишите в нашей группе Телеграме с таким же названием. Есть вопрос, собственно, ссылочка остается. И задаете мне, я вам отвечу. В целом, мы ответили на все, что вас ожидает в этом году для того, чтобы стать успешным педагогом робототехники и, самое главное, полезным. Ну что, друзья, с вами был Александр, канал «Есть вопросы». Увидимся с вами на соревнованиях после обучения в Пермском крае. До новых встреч и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok